Вот как должно было бы выглядеть это здание. Мы находимся с вами на углу двух центральных улиц. Это улица Красный Путь и Интернациональная. А за моей стеной находятся трехэтажные здания, здание которому исполняется в этом году 186 лет. И оно, конечно, относится к старейшим каменным постройкам города Омска. Но я сразу хотел бы заметить, что я употребил слово трехэтажное. На самом деле его первоначальный вид, как оно было построено в 1836 году, было двухэтажное. Третий этаж был возведен в 1960-е годы, поэтому мы его как бы не имеем в виду. Это здание, здание главного управления Западной Сибири. И здесь уместно вспомнить, что в этом году Омская область отмечает свое 200-летие. В 1822 году по инициативе одного из выдающихся государственных деятелей России, Михаила Михайловича Спиранского, в Сибири было учреждено два генерал-губернаторства. Одно западно-сибирское с центром в Тобольске, а второе восточно-сибирское с центром в Иркутске. И в составе этого западно-сибирского генерал-губернаторского области впервые появляется Омская область. В 1839 году было принято решение главное управление Западной Сибири из Тобольска перенести в Омск. А до этого в петербургских коридорах было принято решение выстроить в Омске вот это здание, перед которым мы с вами стоим. Здание строилось в течение трех лет, с 1833 по 1836 годы. И оно предназначалось для чиновничьих и военных нужд. Но прежде чем говорить об архитектуре этого здания, я бы хотел два слова сказать о том, что собой представлял Омск того времени. Омск это был, ну, небольшой, весьма небольшой город. Я повторяю это, повторюсь, 30-е годы 19 века. С населением, я округляю, 12 тысяч человек, причем 9 тысяч – это мужчины, 3 тысячи – это женщины. И, наверное, нетрудно догадаться, вот чем объясняется такая диспропорция, потому что 80% населения – это, конечно, люди в погонах, военные. Это здание выстроено в таком классическом стиле. Таково было время, это 30-е годы 19 века, стиль классический. Прежде чем говорить о самой постройке, я хотел бы несколько слов сказать об архитекторе и о том, что это был не первый проект, который он предложил для возведения административного здания. Архитектором был Сергей Егоревич Татаринов. Он получил образование, такое среднеспециальное архитектурное образование, но в Москве готовили архитекторов, которые должны были работать для проектирования зданий и реставрации зданий Московского Кремля. И поэтому это была очень хорошая школа. Там работали, ну, скажем так, прекрасные педагоги. В 1830 году судьба привела Татаринова в Омск, и в течение 10 лет он был здесь архитектором. Кроме этого здания, которое он спроектировал и проекта, который он подготовил, он прославился тем, что наблюдал за строительством, за возведением казачьего Никольского собора, который строился по проекту замечательного петербургского архитектора Василия Стасова. Так вот, Татаринов подготовил первый проект, который разительно отличает от того, что мы с вами видим на живой натуре. Вот как должно было бы выглядеть это здание, если бы оно было воплощено в жизнь. Воплотить этот проект Татарину не удалось. Кстати сказать, он для Омска еще несколько проектов разработал, но все они не получили своей реализации. Причина банальна – отсутствие необходимого количества денег. Поэтому и был возведен тот проект, здание которого перед нами. Ну, классика. Трогая форма, суровая простота, небольшой по центру расположенный вход с треугольным фронтоном, четырехугольная, четырехскатная крыша, строгой формы окна. Все отсылает нас, конечно, к контичности, к тому времени, когда сформировались основы классической архитектуры. Это здание не только отличается своим возрастом для Омска, повторюсь, 186 лет, но в этом здании работали или бывали многие выдающиеся люди России. Вот если бы представить, что с торца здания, на торце здания разместить бы мемориальные доски тех людей, которые здесь работали и, повторюсь, бывали, то, наверное, места там бы не хватило. Назову только три таких наиболее, на мой взгляд, значимых имени. Здесь бывал знаменитейший путешественник, географ, государственный деятель, сенатор Петр Петрович Семенов-Теншанский. Здесь бывал, работал. Аносов Павел Петрович, знаменитейший наш металлург, который обновил металлургическую промышленность России. Здесь, наконец, был, работал некоторое время, выпускник Омского кадетского корпуса, офицер, разведчик генерального штаба российской армии и великий просветитель казахского народа Чакан Валиханов. Поэтому здание, которое мы с вами здесь видим, конечно, это замечательнейший памятник истории, память о многих и многих выдающихся людях России, которые были и которые работали в Омске. Субтитры создавал DimaTorzok